Алексей Толстой Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Тащившийся сбоку тротуара, опустив голову, засунув руки в бархатные штаны. По профессии Жиль Боно был негодяй. Если бы не полицейские, если бы в особенности не полицейские на велосипедах, он бы многое мог позволить себе в этом городе. Несмотря на расшатанное здоровье, хроническая гонорея, катар-кишок и нервная чесотка. Но Боно был не глуп и отважен. Он получал пенсию, сто пятьдесят франков, за ранение на войне. И эти гроши позволяли ему не кидаться, очертя голову на слишком рискованные предприятия. Хотел он многого, всей этой роскоши, которая проносилась в длинных машинах по озаренным, как бальные залы, бульваром Парижа. Но больше всего хотел женщин. Надушенные, нежно-розовые, в драгоценных мехах, сучья глаза и женщины мучили его до потери сознания. Он знал, сколько стоит любовная судорога с любой из этих красоток, и только шуршал осколками зубов, глядя с края тротуара, как лезет из машины длинноногая полуголая девка, мотающая сегодня ночью доллары или фунты. Жель был уверен, что и болен-то он тремя болезнями только от того, что кровь в нем вся в сгустках, вся сдохшаяся от желаний. Он шел, подергивая спиной от озноба, втягивая ноздрями запахи толпы. Брел без цели, без определенного плана, как зверь, пробирающийся тропической ночью в джунглях. Впереди разливалось розовое сияние. В его свете изнемогали, бледнели все огни. Женщины, проходившие сквозь этот свет множество ртутных ламп у вестибюля кинотеатра, казались восковыми, глаза их сверкали, как стеклянные. Сбоку входа стояли два щита с пестрыми афишами. Убийство на улице Важерар. Фильмы, как фильма, не гвоздь сезона. Но почему-то Жиль остановился перед щитом и, помигивая воспаленными веками, долго рассматривал рисунок. Господина во фраке и в полумаске. С окровавленным ножом этот франт перешагивал через труп лысого старика. Забавно, подумал Жиль, позвенев деньгами в кармане штанов. Забавный сюжет. Он вытащил горсть меди и вошел в вестибюль. Стоит ли описывать эту кинокартину? Сын банкира и его жена — образец приличной женщины, склонной к слезливости. Затем таинственный красавец нефранцузского происхождения. Он хочет обольстить жену сына банкира, чтобы завладеть капиталом. Затем куртизанка, которая живет среди сумасшедшей роскоши. В сценах домашнего быта этой куртизанки французская индустрия напустила золотой пыли в глаза. В полутемном зале только пахивали. Таинственный красавец, конечно, сводит сына банкира с куртизанкой. Жена сына банкира отказывается от пищи и в среднем сочувствии зала тает в слезах. Сын банкира, конечно, проигрывает в карты и на скачках, где опять громко заявляют о себе дома больших портных и индустрия люкс. Он готов на преступление. И вот преступление совершается. Вначале все уверены, что лысого старика-ростовщика убил сын банкира. Но это было бы нехорошо со стороны сына банкира. И выясняется, что убийца — тот самый таинственный красавец. Когда это окончательно стало ясно, Жиль громко засмеялся. «Хе-хе-хе-хе-хе, чепуха!» — сказал он соседке справа. «Это просто шикарная реклама. Перекачивать кружочки из Америки и Лондона». Но здесь ни слова правды, кроме того, что парень, пришивший старичка на улице Важерар, ушел от руки полиции. А вот заснять в кино историю, какой она была на самом деле. Вы помните, мадмуазель, в ноябре прошлого года весь Париж кричал о кровавой работе на улице Важерар? О, изобразить все те подробности! Получилось бы гораздо смешнее. А это для иностранцев. До конца сеанса Жиль издевался над картиной. Выходя из театра, он закурил сигарку и с минуту постоял в широком подъезде, залитый ослепительным розовым светом. Пусть девочки, бегущие в телесных чулочках по зеркально-черному асфальту, обернутся восковыми мордашками, скользнут стеклянными глазами по его штанам, по его кепке, по его выдававшемуся подбородку. Вот он, Жиль Боно. Никому неведомый человек, о котором, несмотря на это, сочинена чепуха в двенадцати частях и трех сериях из жизни банкиров. Это он, Боно, направо и налево, на афишах, перешагивает во фраке и полумаске через труп. И вот он стоит живой перед вами. Боно действительно имел некоторые основания погордиться на подъезде театра, потому что в ноябре прошлого года на улице Вожи Рар он, Жиль Боно, без сообщников, зарезал бритвой одинокого старика-консьержа, ограбил его на десять тысяч франков и с тончайшим искусством замел следы. Да, это была минута славы, но одинокой. И в кармане осталось от славы четыре су, то есть не хватит и на рюмку водки. Эти буржуа, эти мировые шакалы в конце концов просто ограбили его, Жиль Боно. Выплюнув сигарку, он сошел с поезда и втерся в самую толщу человеческого потока, чтобы, по крайней мере, подышать запахом женщин. Жиль Боно пропал в толпе. Дальнейшая судьба его нас не интересует. Он дал великолепную тему, не получив за нее ни сантима. Его обокрали. Он больше не нужен. Роскошная фильма «Убийство на улице Важерар» пошла гулять по свету, прославляя индустрию люкс, дорогих женщин, волнуя элегантными ужасами и возбуждая адскую жажду. Год спустя фильма попало в Ленинград, на петербургскую сторону, в кинематограф Леший. Надписи были переделаны, особо вредные места вырезаны. Фильм и называлось теперь «Великосветские бандиты Парижа». И вот в июньский вечер смотреть великосветских бандитов пришли Мария Осколкина и Михаил Цибриков. Марию было 16 лет, Михаилу 17. Оба они этой весной бросили школу. Мария, потому что уже вышла из того возраста, когда учат уроки. Михаил, потому что весь свет заслонила ему Маринина коротенькая юбочка. Жили они пока еще. Михаилу отца, державшего в Апраксином рынке галантерею, Мария сирота, у тетки, промышлявшей на дому трикотажем. Поселиться отдельно не хватало денег. К тому же у Марии или Мэри, как она приказывала себя называть, после того, как она продала на барахолке все учебники и письменные принадлежности, с непостижимой быстротой стал развиваться вкус к мелочам женского обихода. Откуда она доставала деньжонки на подвязочки с бантиками, чулочки, коробочки с пудрой, флакончики духов и так далее, Михаил не знал. Тайна, все тайна, сплошной секрет. — Если хочешь, чтобы я тебя любила, ни о чем не спрашивай, — говорила ему Мэри. Итак, Михаил и Мэри, зайдя в лешие и усевшись на тридцатикопеечные места, разинули рты и перестали дышать, когда озарившийся экран увлек их головокружительным водоворотом на улице Парижа. Так вот он, Париж, так вот, как живут настоящие люди, красавицы, кокотки, великосветские бандиты, элегантные сыновья банкиров. Мэри взяла руку Михаила и запустила в нее ногти. Он не пикнул. Куда ему было соваться со своими Джимми за восемнадцать рублей с большим ртом и цеплячьей грудью? У Мэри странно блестели глаза, когда таинственный красавец, будущий убийца, надевал перед роскошным зеркалом фрак такой, какие бывают только на картинках. А какие носки, какой жилет, какой он весь от пробора до туфель, восхитительный мужчина. Михаил с тоской подумал, «Этот франт будет Мэри смиться». Вот он спрыснул себя духами, надел сверкающий цилиндр, крылатку вдруг усмехнулся криво, вынул клинок кинжала и пристально стал глядеть полуоршинными глазами с экрана в душу Мэри. «Миша, я должна ехать в Париж». «Мэри, милая, мы, конечно, поедем, когда-нибудь. Но как можно скорее, покуда у меня тонкая фигура и божественный цвет лица? Откуда же деньги-то? Ну, я продам, пальто, револьвер. Ты еще откуда-нибудь достанешь. Не хватит, вот чего боюсь». «Да ты мужчина или ты мальчишка? Мужчине не достать денег. Фу!» Мэри оглянула Михаила прозрачными глазами, презрительно наморщила приподнятый носик. Мэри была самой красивой девушкой в Ленинграде, даже на улице постоянно замечали. «Смотрите, хорошенькая блондиночка, совсем Мэри Пикфорд. Это хорошо им в Париже доставать деньги. Там, небось, частную инициативу не душат», проворчал Михаил. «Смотри, как бы с такими разговорами ты меня не потерял». «Так что же, украсть, ограбить? Только ведь остается...» «Знаешь, Миша, кажется, напрасно ты за мной тянешься. Рот у тебя какой-то желтый. Такие мальчишки не внушают большой уверенности». Разговор этот происходил в антракте, и снова погас свет в зале, и по озаренному экрану продолжали мчаться тени волшебной жизни. Мэри вышла из театра лешей, спотыкаясь, ничего не видя. Михаил, мрачный, надутый, ступал своими джими, не разбирая, прямо в лужи. Над Ленинградом прошел ночной дождь, прибил пыль, тянуло сладким и свежим запахом тополей из Кронвергского парка. Мэри дошла до остановки трамвая, подала Михаилу холодные кончики пальцев. «Прощай, я одна». «Куда?» «Не твое дело». Пять раз Мэри смотрела фильму «Великосветские бандиты». С каждым разом, приходя в кино, где ее ждал Михаил, Мэри становилась все шикарнее. Обрезала юбку на полтора вершка выше колен, завела шляпку кирпичного цвета, шелковые чулки. Михаил боялся даже смотреть на нее, мрачнел с каждым разом. «Мэри, как же это? Опять новые туфли?» «Немного жмут, знаешь, прямо беда». «Ради Бога, не мучай! Кто тебе делает подарки?» «Безусловно, это не твое дело. Будь доволен и тем, что мной обладаешь». Михаила мучила неопределенная ревность. У него трещала голова. Так много он думал, откуда бы раздобыть денег на поездку в Париж. Поскорее увезти Мэри из Ленинграда, окружить роскошью, осыпать драгоценностями. Самому ходить в крылатке, в цилиндре с восьмью отблесками. Он продал зимнее пальто, все книжки, радиоприемник, собственные работы, коньки и валенки. Занял у товарищей по мелочам полтора червонца и ночью пошел в игорный дом. У денег за зеленым столом вырастают крылышки. В несколько минут деньги выпорхнули у него из кармана. Проигрался. Хотел повеситься на подтяжках в клозете, но как-то обошлось. В три часа утра он громко рыдал, сидя на набережной Васильевского острова под египетским сфинксом. На той стороне реки пылали в утренней заре окна дворцов. Дымная лазоревая нева плескалась у ног огорченного мальчишки. Мэри в эту ночь шаталась неизвестно где. Кто-то ее, вне всякого сомнения, обнимал в эту минуту, когда еще прохладное солнце поднималось за крепостью из-за длинных малиновых утренних облаков. Страдать было невыносимо. Михаил пошмыгивал, слезы капали на дешевенький пиджачок. Да, нужно решиться. Нужно сделаться бандитом и с карманом, полным червонцев, с ножом в руке потребовать от Мэри, чтобы она не торговала своим телом. На следующий день он так и заявил Мэри. Я все испробовал. Мне не повезло в карты. Ты видишь, Мэри, как я тебя люблю. Вопрос о том, чтобы сделаться бандитом, решен мною в положительном смысле. На это Мэри сказала, ты дурак. Вот в баре на Михайловской я видала настоящих бандитов, смелые, как черти, и шикарные. Хорошо, хорошо, Мэри, кто смелее, мы это еще посмотрим. А что, разве ты уже придумал что-нибудь? спросила она с любопытством. Такой ответ большеротого Мишки ей, видимо, понравился. Может быть, проговорил он, там увидим. Некоторое время он играл на Мэрином любопытстве, оговорил туманные слова. Но, в конце концов, надо было действовать. Тогда он сказал, что один Нэпман, за которым он ходил, хотя тот был вооружен до зубов резиновой палкой, тростью со стилетом и револьвером, внезапно уехал за границу, и дело сорвалось. Мэри всему поверила. Миша, а много у него было денег? Тысячи две червонцев при себе носил в портфеле. Она, молча, всплеснула руками и совсем уже растерялась, когда подсчитала, сколько можно было купить всяких вещей на две тысячи червонцев. С этой минуты горячая голова ее стала работать в том же направлении. Проследить нового Нэпмана с двумя тысячами червонцев. Отношение ее к Михаилу изменилось. Он сразу почувствовал все выгоды быть бандитом. Миша, ты меня, главное, не ревнуй, говорила теперь Мэри. Если я бываю с мужчинами, то это для нашей общей выгоды. А люблю я одного тебя, и мы уедем, уедем в Париж. Дожидаясь Мэри в Адмиралтейском парке, Михаил еще издали увидел, как летела по аллее в полосах солнечного света розовое платье, розовая шляпка. Румянец заливал щеки Мэри, не здороваясь, шлепнулась на скамью, оглянулась направо, налево. Нашла. Есть один. Ну, кто? Непман, богач, колоссальные деньги, женатый, интересуется женщинами и страшный дурак. Его все девочки зовут Тыква. Ну, Миша? У нее расширились синие глаза. Ну, Миша, зевать нельзя. Пускай только попадется мне в руки, выпотрошу. Мэри повела Михаила в бар показать тыкву. При одном взгляде на Непмана у Михаила завалилось сердце, черт знает куда. Тыква оказался огромного роста, тучным мужчиной с сизо-бритым жирным лицом, в котором было что-то бабье. Лоб у него зарос волосами почти до бровей. одет шикарно во все новое заграничное. На мизинце большой бриллиант, окруженный девицами. Он благополучно пил боржом. Мэри зашептала Михаилу. Семья у него в Москве, здесь он наездом, ворочает делами, и все удивляются, почему он не в соловках, так что вдвойне надо торопиться. Она встала и особой походочкой у Михаила сразу защемила в животе от ревности, прошла мимо тыквы, покачивая бедрами. Он протянул к ней руку, на весь бар брызнули лучи из перстня. Цыпочка, блондиночка, садись, «Я занята», строптиво ответила Мэри. Он все же поймал ее руки, привлек к себе и долго о чем-то шептал на ухо. Мэри освободилась, пожала плечами, отошла. Михаил видел, как тыква вытащил платок и вытер жирное лицо и шею под шелковым воротником. Этот Нэпман в баре казался видением из далекой и волшебной жизни великосветских бандитов. Все дальнейшее было делом одной Мэри. Михаил исполнял только приказания. Она отыскала комнату с отдельным ходом и ключом на бассейной улице, где могла бывать, не прописываясь, хозяйка комнаты жила в Сестровецке. Она заставила Михаила ходить по следам за тыквой из банка в банк, собирать точнейшие сведения о его денежных операциях. Михаил видел за окошечками в банках толстые связки червонцев. Очевидно, все эти несметные богатства принадлежали тыкве. Мэри и Михаила трясла лихорадка. Непман каждый вечер приходил в бар и интересовался Мэри, но она ни разу не подсела к его столику. Дразнила издали. И вот когда все было готово, Мэри сказала Михаилу — сегодня приходи на бассейн к десяти часам, не забудь, захвати револьвер, голыми руками не справишься. Михаил по пути домой купил сороковку и выпил ее в парке. Думал, что подействует, но Мороз продолжал драть по коже. Он валялся на кровати, курил, прятал голову под подушку, хрустел пальцами. Когда в столовой, где отец читал газету, пробило девять, Михаил сорвался с постели, вынул из стола револьвер и мелко закрестился. К десяти часам он был на бассейне. Мэри открыла ему дверь, зашептала, втаскивая в комнату. — На лестнице никого не встретил? — Тише, тише, молчи, ни слова, почему от тебя водкой несет? Струсил? — Ничего подобного, сама трусишь. — Не гуди, не стучи каблуками, слушай меня внимательно, ты здесь останешься, я уйду. Когда услышишь, что я его привела, что я отворяю дверь, ты станешь вот за эту портьеру, и ты там стой, не дыши, не шевелись, что бы я ни делала. Когда увижу, что он уже пьяный, я хлопну в ладоши, ты, значит, и выскакивай с револьвером. Мэри надела розовую шляпку, живо напудрилась, взбила височки перед зеркалом и убежала. Михаил остался один. Что он переживал за эти два часа до появления Небмана, никогда впоследствии он не мог толково рассказать об этом. Установлено только, что выпил большой графин воды и часть воды из умывальника. Ровно в двенадцать часов послышалось на лестнице кошачье хихиканье Мэри зашуршал ключ в замке. Михаил как привидение ускользнул за портьеру, прикрывавшую дверной вырез в капитальной стене, и там стоял, обливаясь потом, смертно боясь чихнуть. Первой в комнату вошла Мэри, за ней Непман с шампанским и фруктами. Он посапывал отодышки и сейчас же повалился в кресло. Мэри, не переставая говорила, хихикала, как-то особенно ходила по комнате. Тыква старался поймать ее, посадить на колени, она со смешком увертывалась. Тогда он хлопнул пробкой. Ну, пить так пить, хотя я и небольшой охотник, я скоро пьянею. Ах, как я люблю шампанское, вы поверить не можете, пищала Мэри. Я могу выпить три бутылки. За что же мы пьем? За ваше будущее? Ишь, ты как подковырнула, за лучшее будущее, ах, черт возьми, девчонка. Тебе и во сне не увидать, как мы раньше жили, виллорода, на серебряной посуде кушали, а какие были женщины, с ума сойти, а теперь вот таким огрызочком довольствуюсь, как ты. Хе-хе, ну, не сердись. Нет, рассержусь, во всяком случае, пейте. Эх, иди ко мне. Какая ты вертлявая. Сяду, но только выпейте. Хе-хе, за что еще? За наши отношения в дальнейшем. Вот куда гнешь, отчего же, посмотрю, какая ты сладенькая. Он откупорил вторую бутылку. Мэри сидела у него на коленях, брыкая ногами. Он захмелел и целовал Мэри. Она же все не подавала знака, смеялась, пила, бросала в зеркало апельсинные корки. Михаил оглушенный, несчастный, боясь дышать, стоял за портьерой. Кинуться бы, избить Непотча, вытолкать за дверь. Как он смеет целовать Мэри, жирно хохоча, раскачивать ее на коленях. Но Михаил не смел даже пошевелиться. Выпитая водка с огромным количеством воды отбила у него последнее мужество. Сейчас он чувствовал, должно совершиться страшное. — Нет, нет, не нужно, подождите, пустите меня, прозвенел жалобный голос Мэри. Тогда Михаил от всего отчаяния, от всей своей униженности громко всхлипнул за портьерой. Револьвер выскользнул из руки, тяжело стукнул о паркет. Сразу стало тихо. — А, кто там у вас? — хрипло спросил тыква. — Подлец, трус! Мэри сорвалась с его колен, распахнула портьеру. Лицо ее пылало гневом и возбуждением. — Плакса! Она изо всей силы ударила по вспухшему большоротому лицу. — Ну же, дурак! — схватила револьвер, повернулась к Непману и стала подходить. Он сразу осел в кресле, развел руки, челюсть у него отвалилась, выкачанными глазами глядел в черную дырку револьвера. — Денег я стреляю, сказала Мэри. — У меня нет с собой денег, захлопнув челюсть, проговорил тыква. — Не стреляйте, не стреляйте, слушайте, денег, если крикните, то у меня деньги дома, у компаньона, я же не ношу с собой денег. Такого оборота вещей не ожидали ни Мэри, ни Михаил, стоявшись сзади нее сжатыми кулаками и перекошенной мордой. Револьвер заходил ходуном в Мэриной руке. Тыква совсем струсил и сам помог выйти из затруднительного положения. — Не вертите им, а он так непременно выстрелит. Черт с вами, дам я вам денег, но за ними нужно съездить. Немедленно Мэри стащила с себя панталон и приказала Михаилу разорвать на ленты. Тыква протянул ноги, их связали. Кряхтя, косясь на револьвер в Мэриной руке, он написал записку. Примечательно, что Мэри не сказала цифру, и тыква сам указал ее в записке. Михаил сейчас же ушел по указанному адресу. Сорок минут Мэри выдерживала Нэпмана под дулом револьвера. Иногда только брала апельсин из корзинки, зубами сдирала кожу. «Тихо! Не шевелиться!» повторяла она, выплевывая косточки. Тыква пробовал ее улещать, стыдил вкрадчивым голосом, вспомнил даже о своих детках в Москве. Мэри была неумолима как настоящая бандитка. Наконец вернулся Михаил с деньгами. Привез тридцать червонцев. «Да ей-богу, больше нет!» завопил тыква. «В следующий раз как-нибудь с большой радостью!» «Что? Вам этого мало? Ну стреляйте в таком случае, сволочи, если не верите!» Мэри пересчитала деньги, сунула их за чулок. Зло надвинуло шапочку. «Хорошо. Мишка, развяжи его. Теперь слушайте, Непман, мы выйдем. Если вы сейчас же побежите за нами, мы вас застрелим на лестнице. Можете уходить только через десять минут. «Пока!» сказал тыква вслед уходящим и, засопев, потянулся за бутылкой. Через несколько дней Мария Осколкина и Михаил Цибриков были арестованы в Севастополе. Они сейчас же во всем сознались. Михаил ревел и раскаивался. Мэри держалась равнодушно презрительно. Их отвезли в Ленинград. И вот на суде защитник окончил свою речь следующими словами. «Товарищи судьи, взгляните на потерпевшего, оцените его большую физическую силу, огромную сообразительность, которую он проявляет обычно в деловых операциях». При этих словах тыква стал протискиваться к двери. В зале захихикали. «Теперь взгляните на этих подростков, обманутых соблазнами Запада. Эти два романтика новой формации, два посетителя кино связывают человека, который одним движением руки мог бы их обоих раздавить, как мух. и что самое главное, что я особенно подчеркиваю, револьвер, игравший основную роль во всем этом происшествии, был не заряжен». Мэри с бешенством взглянула на Михаила. Он опустил голову. «Из этого револьвера никогда ни при каких обстоятельствах нельзя выстрелить. потому что это заржавленный и сломанный револьвер». Суд приговорил Марию Осколкину и Михаила Цибрикова на пять лет условно. 1926 год Марию 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok